Друзья, всем привет, добрый день. Начну с лавры сегодня, а закончу, как всегда, экономика. Экономика социальными проблемами. Потому что в моем понимании то, что сейчас происходит вокруг Киева-Печерской лавры, это очередной сценарий квартала 95 по отключению общественного внимания от чего-то более важного. Ну и поверьте, они насобачились отвлекать внимание от важных вопросов в политике, в экономике, на войне. И вот сейчас происходит ровно то же самое. Вот все вот эти вот истории с избраниями, мер пресечения для Павла, который Лебедь, которого называют в интернете Паша Мерседес, ну ведь не вчера они все случились. Ну абсолютно же не вчера этот человек начал одобрять или одобрял позицию Кремля. Не вчера. Не вчера этот человек встречался с Медведчуками, Новинскими, их Приснами. Тоже не вчера. И ресурсы от патриарха Кирилла на золочение куполов Лавры получил. Ну тоже же не вчера. И на Мерседесе, кстати, ездить начал. Не вчера. Вся эта история тянется с Майдана, с 2014 года. Уже тогда все это было. В этом уже английские расследования снимались и рассказывалось все. И никакой реакции не было. Никакой реакции не было, потому что пока было не надо. А сейчас, видимо, надо. Надо отвлечь внимание от чего-то более важного, более страшного для граждан. Поэтому у нас же люди довольно зашорены, давайте признаемся. Поэтому им вбрасываешь какую-то косточку, называешь кого-то агентом Кремля и побежали. Я, кстати, должен сказать, что поведение команды Зеленского в этой ситуации никак не отличается от команды Порошенко. Вот они сейчас близнецы-братья. По своему поведению, по информационной политике, по, скажем так, фокусу общественного внимания, который они пытаются пройти, они близнецы-братья. Армия, мова, вира. Но ничего не поменялось. Но вернемся к лавре. То, что сейчас происходит, нас отвлекают от чего-то более важного. Сценаристы квартала 95. От чего? От чего нас отвлекают? Вот поверьте, вопросов может быть множество. Начиная от экономических и заканчивая военными. Вот параллельно с историями про Пашу Мерседес, как-то теряются в информационном пространстве истории о том, что русские в клещи берут Авдеевку, и как они сообщают, практически взяли уже Бахмут. Ну, то есть люди-то про Пашу Мерседеса смотрят. Это же поинтереснее, чем более чем год смотреть про войну и Бахмут, и Авдеевку. А там продолжают гибнут наши парни. Продолжается разрушение инфраструктуры Украины. Подрыв нашего экономического, социального потенциала. Только квартал 95 про это говорить не хочет. Им выгоднее сегодня рассказывать про Пашу Мерседеса и показывать пляшущих людей под лаврой с плакатами о том, что УПЦ, МП, секта ФСБ. Да 100% может быть секта ФСБ. Только бороться с ней надо было раньше, а не сейчас. Ну, как-то поздновато все получается. Вот поздновато Баканова закрывают, который, ну, в моем понимании, сдал юг Украины, разминировав Чанга. Поздновато. Поздновато идиотовые слуги народа выгоняют. Поздновато московскими папами начинают заниматься. Поздновато. Да, но отвлекать нужно тогда, когда нужно. Да, вот сейчас самое время отвлекать. Ситуация накаляется с каждым днем. Накаляется не только потому, что, ну, вот, есть Бахмут, есть Авдеевка и нет Арестовича. А накаляется еще и потому, что МВФ упустил свой сценарий окончания войны. Значит, сценарий базовый предусматривает окончание войны в 2024 году с дефицитом, в середине 2024 года, с дефицитом финансирования примерно 115-120 миллиардов долларов. А если сценарий не базовый, то есть пессимистический, то в 2020, в конце 2024 года или даже в 2025 с дефицитом в 240 миллиардов долларов. Смотрите, вот если два года война продлится, то МВФ считает, что по 10 миллиардов долларов будет дефицит финансирования украинской экономики. И это огромный риск для самой экономики, для ее стабильности, для удержания валютного курса, для многих вещей. Ну, потому что долго продолжать вытаскивать из наших иностранных партнеров финансовую помощь, вытаскивать, я в данной ситуации абсолютно сознательно использую это слово, потому что ценой неимоверных усилий ребят, которые сегодня занимаются внешней политикой, лично президентом, эти деньги сегодня в Украину приходят. Убеждание происходит доноров, немцев, американцев, итальянцев, испанцев, французов, постоянный диалог, но вы понимаете, что этот диалог не может продолжаться вечно, потому что сумма колоссальная. И вот этот риск затягивания войны и увеличения дефицита финансирования бюджета и армии, вот создает условия, чтобы нас отвлекали, например, истории про лаву. Я, кстати, уверен, что борьба с так называемыми внутренними врагами будет только набирать оборотов в связи с ростом дефицита финансирования бюджета и накоплением недовольства в обществе, прежде всего социально-экономическими вопросами. Правда, хотел бы обратить ваше внимание на одну важную вещь. Можно сколько угодно садить Пашу Мерседеса за его пророссийскую позицию высказывания, только вот почему-то у нас никого не садят за позицию, такую же по сути пророссийскую, только в экономике, за воровство денег из государственного бюджета воюющей страны. Начиная от схемы с депозитными сертификатами Национального банка, да, знаете, не знаете, коротко, когда Национальный банк выдают финансирование банкам коммерческим, рефинансирование, а те покупают депозитные сертификаты. Разница в процентных ставках около 10%. Миллиард получили, миллиард сто заработали. Ну, удобно, удобно. Вернее, сто миллионов заработали на миллиарде. Ну, то есть, не надо ничего менять, все прекрасно, вы пацанов, идет. Воровство в армии, воровство на питании, воровство на закупках, воровство на дорогах, воровство на азартных играх, потенциальное воровство на легализации, медицинского якобы каннабиса и другие вопросы. Вот там никого не садят, мы ничего такого не видим, ничего такого не слышим, да. То есть, еще раз, поэтому я воспринимаю все происходящее исключительно как фарс направлен на то чтобы скрыть реальные проблемы и главное прикрыть на время реальных коррупционеров смотрящих это сбу например которые расставлены во всех отраслях украинской экономики и госпредприятий дадим им еще пару дней пока все пропадшим леса деса а эти еще поворот вот об этом те новости которые вы сегодня читаете подписывайтесь на канал дубинский телеграмм дубинский про дубинский про в инстаграм александр дубинский фейсбуке алекс дубинский в твиттере дубинский про в тик токе все для украины все ради победы будьте здоровы пока